Добрый день! Мы с вами продолжаем рассматривать вопросы усвоения языка и сегодня мы говорим с вами о теории социального взаимодействия. Ее также называют социально-интеракционистской теорией и она объясняет языковое развитие, подчеркивая роль социального взаимодействия между развивающимся ребенком и лингвистически знающими взрослыми. Данная теория основана в основном на социокультурных теориях советского психолога Льва Выгодского. Подход к исследованию о владении языком сосредоточен на трех областях, а именно когнитивном подходе к овладению языком или когнитивной теории развития Жанна Пиаже, подходе к обработке информации или модели обработки информации Брайана Маквини и Элизабет Бейтс и называют иногда модель конкуренции, и также социальный интеракционистский подход или модель социального взаимодействия Льва Выгодского. Ее называют чаще всего социокультурной теорией. Хотя первоначальное исследование было в основном описательным в попытке описать языковое развитие с точки зрения социального развития, в последнее время исследователи пытались объяснить несколько разновидностей усвоения, в которых факторы учащегося приводят к дифференцированному усвоению в процессе социализации и называется данная теория социального интеракционистского подхода. Выгодский, психолог и социальный конструктивист, заложил основу интеракционистского взгляда на овладение языком. Согласно данному ученому, социальное взаимодействие играет важную роль в процессе обучения, и он предложил так называемую зону ближайшего развития, где учащийся создает новый язык посредством социально опосредованного взаимодействия. Концепция зоны ближайшего развития была первоначально разработана Выгодским, чтобы возразить против использования академических тестов, которые основаны на знаниях в качестве средства оценки интеллекта учащихся. Он также предлагает зону ближайшего развития для дальнейшего развития теории Жана Пиажи о том, что дети являются одинокими и автономными учениками. Выгодский провел много времени, изучая влияние школьного обучения на детей, и отметил, что дети усваивают языковые понятия вполне естественно, но математика и письмо не давались им также естественно. По сути, он приходит к выводу, что поскольку эти концепции преподавались в школе с ненужными оценками, они были трудными для учащихся. Пиажи считал, что существует четкое различие между развитием и обучением. Он говорил о том, что развитие – это спонтанный процесс, который инициируется и завершается детьми благодаря их собственным усилиям. Пиажи был сторонником независимого мышления и критически относился к стандартному обучению под руководством учителя, который был обычной практикой в школах. С другой стороны, Выгодский считал естественное спонтанное развитие важным, но не самым важным. Он считал, что дети не продвинутся далеко вперед, если им будет предоставлена возможность открывать все самостоятельно. Для развития ребенка крайне важно, чтобы он мог взаимодействовать с более знающими людьми. Они не смогли бы расширить свои знания, если бы это было невозможно. Термин «более осведомленные другие» используется для описания кого-то, кто лучше понимает или имеет более высокий уровень способностей, чем учащиеся в отношении конкретной задачи, идей или концепции. Также Выгодский отметил культурный опыт, когда детям помогают знания и инструменты, которые передаются от предыдущих поколений. Выгодский отмечал, что хорошие учителя не должны преподносить слишком сложный материал и, соответственно, тянуть за собой учеников. Выгодский утверждал, что вместо того, чтобы проверять, что знает учащийся для определения интеллекта лучше проверить его способности решать проблемы самостоятельно и способность решать проблемы с помощью взрослого. Он предложил вопрос, если двое детей одинаково справляются с тестом, одинаковы ли их уровни развития. Он пришел к выводу, что это не так. Однако безвременная смерть Выгодского прервала его работу над зоной ближайшего развития и она осталась большей частью незавершенной. Теория социального развития Выгодского далее была принята и получает известность в западном мире благодаря Джерому Брунеру. Он заложил основу модели языкового развития в контексте взаимодействия взрослых и детей. При социально-интеракционистском подходе языковое развитие ребенка происходит в рамках построения ребенком социального мира, также известного как социально-когнитивная модель. Например, бихевиоризм, наоборот, подчеркивает роль обусловленности стимулы реакции во владении языком. При теории социального взаимодействия самый глубокий уровень репрезентации определяет в первую очередь коммуникативное намерение, а во вторую – семантическое содержание. Этот подход к теории о владении языком сочетает в себе традиционный поведенческий подход и лингвистико-семантический подход к созданию языка. Считается, что в рамках теории социального взаимодействия о владении языком происходит иначе, чем в других преобладающих теориях. Данная теория подчеркивает, как окружающая среда формирует приобретение. Это больше относится к приобретению детей, чем к приобретению взрослых. Но два открытых вопроса остаются для теории социального взаимодействия. Во-первых, как меняются знания ребенка в процессе развития и, во-вторых, как сформировалась существующая языковая система взрослого человека или как она формируется. Сторонники социальной интеграции описывают динамическую систему, в которой дети обычно подсказывают своим родителям, чтобы они предоставили им соответствующий языковой опыт, необходимый детям для развития языка. По сути, это оборачивается обеспечением поддерживающей коммуникативной структуры, которая позволяет эффективно общаться, несмотря на ее примитивность. Напротив, поведенческий подход утверждает, что дети являются пассивными бенефициарами методов обучения языку, которые используют их родители. Кроме того, лингвистический подход, наоборот, утверждает, что дети являются активными языковыми процессорами, чьи созревающие нейронные системы и направляют развитие. Социальные интеракционисты, такие как Элисон Гопник, Эндрю Мельцов, Анат Нинео, Рой Пи, Кэтрин Сноу и Эрнест Мурк предполагают, что взаимодействие со взрослыми играет важную роль во владении языком детьми. Однако некоторые исследователи, такие как Бэмби Шифелин и Элеонор Окс, утверждают, что эмпирические данные, на которых основаны теории социального интеракционизма, часто чрезмерно репрезентативны для взаимодействия родителей и детей среднего класса в Америке и Европе. Антропологические исследования других человеческих культур, а также малообразованных западных семей скорее показывают, что многие дети в мире не говорят в манере, которая задокументирована для образованных западных семей, но тем не менее вырастают и полностью овладевают языком. Сейчас многие исследователи учитывают это в своих направлениях. Кроме того, социальные интеракционисты критикуют утверждения Нуа Махомского, согласно которому лингвистический ввод, который делают дети со стороны взрослых, обращающиеся к ним, полон ошибок и несоответствий. Еще один аргумент нативистов, в отношении которого интеракционисты приводят противоположные эмпирические доказательства, это наличие отрицательной обратной связи и исправление детских ошибок. В 1994 году ученый Морг проводит метаанализ 40 исследований и находит существенные доказательства того, что поправки действительно играют роль. Из этой работы исправления не только многочисленны, но и зависят от ошибок ребенка. Если вас заинтересуют дальнейшие изучения теории социального взаимодействия, вы можете продолжить самостоятельное изучение данного вопроса. А мы на сегодня закончили и спасибо за внимание.